Заседание по безопасности дорожного движения открыл глава Ленинского района Олег Хромов. Он отметил, что на 2016 год очагов аварийности на муниципальных дорогах в нашем районе нет. Но отдельные участки требуют дополнительного внимания и поиска путей решения. У нас есть достаточно большие для этого возможности, так как я знаю, что все именно мероприятия по обеспечению безопасности на территории района включены и полностью обеспечены источниками финансирования за счет средств местного бюджета. Согласно статистике, приведенный руководством ОГИБДД в 2016 году ни одного погибшего. Однако есть пострадавшие. Из них три ребенка. А также зафиксированы четыре случая наезда на пешеходов, два из которых на пешеходном переходе. В связи с чем было решено проводить ряд профилактических мероприятий, рассчитанных на весь год. Детское кресло и пешеходный переход, сохранив жизнь ребенку. Мы также будем продолжать на восьми нерегулированных пешеходных переходах, расположенных вблизи детских образовательных учреждений, внесение службы личного состава с 7.30 до 8.30. На совещании присутствовал и директор Дорсервиса, организацией, занимающейся в том числе и уборкой дорог в Ленинском районе. Мы не должны осуществлять уборку дорог внутриквартальных территорий по указаниям главы района. Это зона моей ответственности, но это не моя работа, это ваша работа. Вот я сегодня на таком высоком собрании ставлю вопрос о том, что я вам объявляю замечание по уборке за первые три месяца всего Ленинского муниципального района. Начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Вера Маркина в ходе своего доклада сделала акценты на предстоящую работу по благоустройству. Что включает такого рода мероприятие? Это замена и установка дорожных знаков, ремонта металлического барьерного ограждения, замена и ремонта парапетных ограждений, установка и замена искусственных неровностей, так называемых лежачих полицейских, содержание светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, как краской, так и в этом году мы еще и термопластик тоже планируем наносить. Вера Маркина подробно остановилась на вопросе организации дорожного движения на улице Советская. У нас есть остановка, расположенная вблизи социального института. Там у нас постоянные проблемы возникают с тем, что не всегда может транспорт подъехать, и рядом находится перекресток и светофорный объект. И вот как предложение сегодня тоже для рассмотрения на заседании комиссии, это как раз перенести остановку от института и ту остановку, которая находится возле торгового центра «Курс» к дому 2Б. То есть, по сути, она предполагается установить ее напротив остановки, которая на противоположной стороне. Также на комиссии были заслушаны предложения об установке светофора на Белокаменном шоссе в районе завода Мечил. Но предложение вызвало опасение у представителей ГИБДД. Светофор может уменьшить скорость потока, а значит вызвать пробки. Предлагалось обратить внимание на организацию пешеходного перехода в районе детской поликлиники. Здесь будет установлен знак пешеходного перехода на примере Белокаменного шоссе. На комиссии рассматривался ряд и прочих предложений. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова